Микс Ньюс Здравствуйте все! Сегодня вторник, день добрых дел на радио Болткома, в эфире Зелёная Лампа. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И у нас сегодня очень, вот не побоюсь этого слова, необычная и интересная гостья, которая вместе с нами включает Зелёную Лампу и расскажет такие вещи, о которых мы с вами, наверное, не знали. Это ассистент по работе с особенными детьми Гунта Килкута. Здравствуйте, Гунта! Здравствуйте! Мы вас оторвали от... Вы постоянно заняты, мы вас оторвали сейчас от работы, но это стоит того, потому что нужно говорить на эту тему, она не должна быть закрытая. Как работать с такими детьми, почему у нас не хватает ассистентов, что вообще в перспективе, как чувствуют себя родители. И сегодня мы помогаем маленькой семье, которая тоже связана с этой темой. Это семья, где живёт мама Инессы, такая стройная, молодая, очень красивая женщина. И у неё двое маленьких детей. Катерина, которая 4,5 года, и маленький Рагнар. Ему в январе будет 3 годика исполнится. И вот она живёт с ними одна. Ни бабушек, ни дедушек, ни папа. Она сама одна тащит и воспитывает, и лечит этих детей. А у них, у обоих, с рождения тяжёлые диагнозы аутического спектра. Я сразу хочу сказать, что мы полтора года назад уже публиковали информацию об этой семье и помогали. Спасибо вам всем с вашей помощью. Мы помогли им там приобрести коляску специальную двойную. И оплатить занятия в центре аутизма. И вот, вы знаете, один хороший, вот можно сразу хорошее что-то? С хорошего начнём не с тяжёлого, а с радостного. Дети сделали прогресс. То есть благодаря вам, благодаря этим занятиям это всё сработало. И буквально несколько месяцев назад Рагнар начал ходить, делал первые шаги. А вообще предполагали медики, что он никогда ходить не будет. А Катерина заговорила, начала говорить первые слова. И теперь, как мама сказала, болтает без умолку. Ещё не очень хорошо, но болтает. Так вот, наша гостья Гунта, сегодняшняя гостья, она как раз работает в этой семье, помогает этой семье, помогает Рагнеру и Катерине войти в какой-то нормальный ритм, помогает маме Инессе справиться с очень тяжёлой ситуацией. И мы сейчас тоже об этом её спросим. Сразу напоминаю, наш телефон 930-6384. 930-6384. Это благотворительный телефон, который всю неделю до следующего вторника, до 23 числа, до Рождества, работает в помощь маленькой семье, где растут двое маленьких этих больных детей. И стоимость звонка евро 42 цента. То есть в помощь маме, у которой на руках два очень-очень сложных ребёнка. А у нас в гостях Гунта Килкуты, ассистент особенных детей попросту. Ну, так между собой можно сказать, что это вот няня, которая может работать с детками, у которых очень сложная... Очень квалифицированная няня. Очень сложные диагнозы, инвалидность, иногда даже палеотивная ситуация. И недавно Гунта открыто решилась опубликовать как своё видение этой ситуации, практически такой крик души, чтобы привлечь внимание. Открыто письмо, да? Да. Вот расскажите, Гунта, почему вы решились говорить на эту тему открыто? Я вообще такой человек, что мне кажется, что если мы не будем говорить о сложных темах, тогда никто не узнает, что есть вот такая тема, что там что-то надо помогать или там. Я разговариваю обо всех сложностях, которые у нас есть, если я их вижу. Да, впервые. Во-вторых, конечно, мне спросили помочь в этом проекте, который называется «Пьеса из-за пункта ЛВЭ», где мамы особенных детей сделали этот портал, чтобы писать, показывать всякие видео, как они понимают и как они работают в сфере уже полсты, сказал именно, чтобы помочь сделать эту систему, которой нет. В государстве, чтобы государство обратило внимание и выстроило какую-то систему поддержки таких детей, родителей. Ну да, и я хотела написать это письмо, потому что все время государство, и не государство, а эти люди, которые работают в институции. Чиновники. Чиновники, да. Кто-то говорит, кто-то думает, что вот только родителей это интересует, но это не так. Есть дети, которым надо помочь, есть родители, которым надо помочь, но есть тоже ассистенты, которые делают эту всю работу. И нет вот этой системы, как их обучать. И я хотела рассказать, ну, я могла писать много-много, но, конечно, этот формат, чтобы прочитать, надо писать не так много, но я могу об этом разговаривать очень много, потому что проблемы очень много, и ассистентов вообще очень мало, и не хватает. Давайте сейчас так вот обозначим эту проблему. То есть ваше письмо открытое, опубликовано на сайте? Писать, писать. Пунксел.лв. Да, там можно его найти и прочитать. И оно очень эмоциональное, и оно одновременно очень деловое, такое толковое письмо. Там проблемы изложены, там личный взгляд, там эмоции, и там поднята проблема очень широко, что нужно сделать и как жить дальше. Потому что вот у нас есть эти дети, вот у нас есть эти родители, которые как бы за скобками, да, вот идет жизнь, а ими, ну, мало кто интересуется. И вот есть люди, которых мы называем ассистенты. Они приходят на помощь, и без них вообще родители бы не справились. Как родители говорят, ассистент – это, наверное, самое главное, потому что одно из самых главных, да, то есть наряду с реабилитациями и прочими там медицинскими всеми делами, да, которые нужны ребенку, нужен ассистент, который помогает справиться, да, Гунта? Скажите, сколько лет вы работаете уже? Я работаю 12-13 лет, уже с очень юного возраста. Просто так получилось, и я осталась в профессии, которой нету, но осталась там. То есть вы получали медицинское образование, да? Да, потом я взяла академический год и начала чуть-чуть подрабатывать нянечкой. И маленький ребенок заболел и стал инвалидом. И я увидела, что я снутри, с дома смогу сделать больше, потому что это большая реабилитация, она происходит, конечно, в кабинетах, но 2-3 раза в неделю, по часу ты ребенку не сделаешь так много, если ты каждый день это будешь дома делать. И ассистент – это тот, которому надо знать, что такое физиотерапия, что такое эрготерапия, логопедия. Ну так я каждый день делаю правильно так же, повторяю, как это бы делал терапевт, только каждый день. А можно вас спросить, вот почему вы выбрали для себя эту профессию и остались в ней? Почему? То есть это же очень тяжело. – Ой, такой сложный вопрос. Мне показалось, что мне очень хорошо получается. Если, ну, наверное, талант, наверное, талант. И если у меня есть такой талант, тогда я обязана это делать. И хочу я это, не хочу, я обязана. – А сколько часов в день вы заняты? Как у вас это все складывается? – Ну, 10 часов – это у меня маленький день получается. – 10 часов в день? – Ну, это маленький, ну, вот такой, ну, нормальный. Есть 12, 14, 16. – Ничего себе. – 18. – И у вас нет несколько детей, да? – У меня сейчас, наверное, 6. – Угу. – А расскажите вот чуть-чуть, чисто по-человечески, вот о семье, которой мы помогаем. Напомню, 9-3-0-6-3-8-4 – это один звоночек в помощь маме Инесси, которая одна воспитывает деток с инвалидностью. У нее двое детей, Катя и Рагнер. И Гунта – вот тот человек, который на несколько часов в неделю приходит и дает этой маме просто вздохнуть, передохнуть, перевести дыхание. – Я скажу, что это несколько часов в день, но ситуация там такая, что родители уже выгорают, когда они вдвоем и один маленький особый ребенок, но она одна с двумя, это же, если она хочет где-то идти, ей надо одного брать с собой, я остаюсь с другим. Или мы вдвоем. – То есть вы меняетесь? – Мы меняемся, потому что с двумя детьми, конечно, можно работать, но если ты хочешь эту работу сделать так, чтобы она была ягпиона, тогда надо один на один работать. И мама, конечно, просто герой, не человек. И эта ситуация, конечно, очень сложная, и там только помогать, помогать, чтобы дети когда-то встали на ноги, когда-то смогли разговаривать, нормально ходить и чуть-чуть и маме помогать. – И обслуживать просто себя. – Еще добавим, что оба ребенка, у них диагнозы аутического спектра, то есть аутизма, но разного вида. Если Катя, она как это, тайфун и вулкан наносится, она очень активная, гиперактивная, с ней сложно, то Рагнар, младший, он такой замкнутый в себе, да, он сосредоточен на каких-то своих там мыслях, и его трудно расшевелить. Так получается? – Так получается. И, например, ну, как у всех деток, есть разные интересы. Если мы вдвоем с Инессой идем по улице, один ребенок будет бежать на машины, под машины, а второй будет кричать и вылазить с коляски, например. И там, ну, там надо четыре и даже шесть рук, чтобы как-то сделать, чтобы эта ситуация не была опасная. Не говоря даже о том, чтобы это было весело. Сначала, чтобы не опасно, а потом только, чтобы весело. – Это, конечно, даже представить невозможно, как она справляется. Вот она вчера нам рассказывала, как она повела их куда-то на прогулку одна. Все бегут в разные стороны. – Ну, летом в аду, и они еще не понимают, что что-то может быть опасно. – Ну да, это дети, которые, как говорят, что дети-аутисты немножечко как будто они инопланетяне, они не понимают, как устроена вот эта наша объективная бытовая реальность. Они не понимают, где высоко, где остро, где горячо, где глубоко. – А обычные дети не очень понимают? – Ну, кто понимает? Аутизм – это вообще очень такая широкая тема, и там нету два одинаковых ребенка. есть, которые понимают, есть, которые не понимают, но эти дети тоже очень маленькие. – Еще вот такой момент, что так получилось, что вот мама осталась с этими двумя детьми на руках совершенно одна, у нее нет поддержки среди родственников, и она снимает еще квартиру, то есть она должна находить какие-то средства, чтобы оплачивать эту квартиру. – И квартира без ремонта совершенно, то есть в таком очень плохом состоянии, она не может сделать этот ремонт. – И сама проблема со здоровьем, но она даже, у нее нет ни секунды времени даже думать на эту тему, то есть о себе. – И, конечно, снимать квартиру – это одно, но, например, «Агнарс» может три недели не кушать ничего, и тогда надо покупать специальные, есть палеты, и вэйапру, пэ, такие, ну, коктейльчики. – Палетивно, уходы коктейльчики. – Да, и они очень дорого стоят, и, конечно, эти цены просто, ну, тогда мама не кушает, наверное. – Вы знаете, у нас в эфире однажды была гостья Яна Круменя, она мама особенного ребенка и очень такая активная мама, да, которая бьет во все колокола, прорывается к разным чиновникам, чтобы как-то двигалось дело по поддержке. И у нас такая идея была, что вот эти люди, которые сидят в Министерстве благосостояния, которые не понимают вообще всего комплекса и глубины этой проблемы, сделать день теней, и просто, чтобы чиновники провели один день вот с такой няней, как вы, особенного ребенка. Вот что он, что увидит? То есть там, начиная от того, как посадить на горшок туалет, подержать голову, покормить вот этим палеоативным питанием, чтобы эти люди увидели, как оно происходит, и что же это за работа такая у ассистента? – Ну, тогда бы они увидели, что… они сказали, что это «Мас квалифицированность», да, «Беспекс», тогда они были… – Молоквалифицированные, да. – Да. – Тогда бы они увидели, что там квалификаций нужно так много. Ну, я иногда… мне говорят, ну, ты будешь брать такого ребенка? Ну, родители, да. Говорю, конечно, буду я, научусь. Если я могу научиться, приходите, научим. – А у вас… мы сейчас поговорим в следующей части программы подробно, да, чему можно и кого научить, обучить в этой профессии. А у вас дети с какими диагнозами, скажите? – Так, аутизм, церебральный паралич, аутизм, так что у нас… – Сложные еще синдромы генетические очень часто попадаются. – Да, у меня как раз есть два или три ребенка, которые в Латвии даже таких диагнозов нету и пару десятков в мире. Есть эпилепсия. – Эпилепсия, да. Пинально-мышечная атрофия еще есть такой, да? – Да, тоже. – Эспилепсия. – Много-много. И, конечно, эти диагнозы могут быть и… – Не только один диагноз, там, конечно, еще и… – Сопутствующий. – Да, комплекс. – Гунта, а вот по вашему опыту, скажите, за эти 12 лет, если заниматься ребенком, есть прогресс? – Всегда. – Всегда. – Всегда. – То есть нельзя никогда ставить вообще точку? – Всегда надо верить ребенку. Всегда. – И в разных очень тяжелых случаях мамы сталкиваются с тем, что даже близкие родственники говорят, что не будет ничего хорошего впереди. Может быть, отдать этого ребенка в какое-то специальное учреждение. И вот эти мамы, которые даже мысли себе такой не позволяют держать в голове, их единственный опор – это вот такие ассистенты, как вы. – Ну и в государстве так и надо быть, потому что если выходить, где-то оставить своего ребенка, тогда мы люди или кто мы, получается. Конечно, есть всякие ситуации. И родители выгорают, но это потому, что нет уже начала поддержки. Если она бы была, тогда это все бы было по-другому. Конечно, сейчас мне много родителей говорят, что думали об этом когда-то, но мы же люди, это же наши дети, мы же отвечаем. – Поддержка есть какая-то, но она такая мизерная и маленькая, и дети все индивидуальные, да, то есть это как бы… – Потому что нам же надо помогать тем, которым хуже нас. Их надо замечать, потому мы и есть люди, потому мы и есть государство, что мы можем и бедных, и старых, и безработных всех поддерживать как-нибудь. Хоть хорошим словом. – В следующей части нашей программы обязательно Гунта нам расскажет, почему сейчас, значит, чиновники определили вот эту работу как малоквалифицированную. То есть это вот эта няня, которая умеет такие вещи, которые вот просто человек со стороны даже не знает, как подступиться к этому ребенку, как дотронуться, чтобы что-то не повредить, как заставить обеспечить просто его жизненные функции. И это у нас называется малоквалифицированной работой. – Вот сейчас у нас будет перерыв, я просто вот продолжу мысль Гунты, которая начала говорить перед этим, что нужно верить ребенку, что нужно верить ребенку, и что действительно бывают результаты, и что нельзя абсолютно на себе ставить крест, нельзя ставить на ребенке крест. Мы знаем, даже мы знаем очень много ситуаций, которые меняются при наличии помощи какую-то человеку, да, то есть дети начинают говорить, дети начинают ходить. Все можно немножечко поправить, и человеку должно быть легче. Ну вот, кстати, вот и сразу повод поблагодарить наших радиослушателей и наших читателей, которые, именно вот та аудитория, которая всегда бросается на поддержку тем людям, которых они даже не знают. Ну вот, просто им тяжело, и они им помогают. Телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю в помощь маленькой семье, мама Инесса и двое больных деток. Спасибо вам. Через несколько минут мы продолжим. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Это программа, как вы помните, о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Вот они все объединяются сейчас в эфире, и происходит помощь. И телефон 930-6384 на этой неделе работает для малышей трехлетнего Рагнера и четырехлетней Катерины. Оба ребенка больны с рождения, у них болезни тяжелого диагноза аутического спектра, и растит их одна мама. И помогает ей в этом Гунта, ассистент по работе с особенными детьми, и Гунта Килкуте, она сегодня у нас в гостях. И мы продолжаем эту тяжелую тему, но, в принципе, это тема, о которой все должны знать. Гунта, расскажите, пожалуйста, вот как устроено сейчас… Все мамы говорят, что то, что положено от государства, что государство может оплатить вот эти несколько часов няни, это катастрофически мало, поэтому вот возникают различные проекты, вот Миля Ауклы, да, есть общество Апейрон старается как-то подготовить нянь, и собираются средства на оплату вот этих дополнительных часов. Как это все устроено? Государство, если дает ассистента, который идет в школу или в детский садик, это 40 часов в неделю, и кажется… То есть сопровождает ребенка, да? Да, и кажется, что это как бы хватает, и это много, и тогда все у нас в стране хорошо. Но это то, что ассистент получает только 2,20, ну примерно, в час, и потом с этими… Это без налогов. Без налогов, да. Если ему надо платить налоги, и нету ни… Социальных гарантий. Да, ну никаких нету, да. То есть налоги с этих двух евро он сам платит, ассистент, у него нет ни отпуска, ни пенсии, ни больничного. Да, ничего. То есть это малоквалифицированный работник. Да, и получается так, что или это делают родители, или это делают люди, которые платят и государство, и может есть лейгумс, и доплачивает родителей. И в том уже начинается эта большая проблема, что не все родители могут заплатить больше, или идти самый. И тогда получается, что ассистентов нету, потому что за 2 евро в час, но сделали же, государство сделало бездарменные козы. Да, для безработных. Да, программу, которая обучает, ну какой-то маленькой, 24 часа, которой вообще не хватает, я не понимаю, что там учат. Ну, я бы хотела знать. И за, мне кажется, что год, но я могу ошибаться, не закончила ни один ассистент. Ну, во-первых, еще найти надо этих людей, которые вот всю свою жизнь посвятят такому тяжелому труду. И за 2 евро в час. За 2 евро в час. Представляете, как мама говорит, что она не может оставить этого ребенка даже с родственниками, ни с сестрой, ни со своей мамой, ни с соседкой, ни просто няню какую-то нанять, потому что если этот ребенок лежачий, если у него проблемы с позвоночником, он хрупкий, то есть его даже, ну как, надо уметь перевернуть, да, надо считывать какие-то его потребности и реакции. То есть это очень высококвалифицированная работа. Ну, конечно, все, что мы делаем, каждое, это кусты, ибо это все обдумано, как, что, чтобы не навредить ребенку, чтобы не навредить себе. Но, конечно, ассистенты – это профессия, где всегда будут какие-то дарбо-траумы, и, конечно же… Вот вы сказали, у родителей выгорания, у ассистентов бывает выгорание? Конечно, бывает. Расскажите, как вот в вашей работе это проявляется? Ну, как у всех работах, конечно, ничего такого особенного нет, но выгорание – это одно, но одно, как ты с ним справляешься, и в какое время, если ты все время работаешь, потому что отпусков-то нету. Отпусков нету. Мне кажется, что работала 8 лет без отпусков. Гунта, вот знаете, меня потрясла просто ваша одна фраза в этом вашем открытом письме, опубликованном на сайте, если бы мне дали кирпич за каждого ребенка, за каждый его каприз, за каждую его истерику, за каждый его приступ, за каждые вот все вот самые тяжелые вот эти моменты, если бы мне дали по кирпичу, я бы построила себе большой дом. Да, тебе надо быть очень-очень таким спокойным. Ну, например, еду я в машине, везу ребенка в терапию, ему начинается на шоссе приступ эпилепсии. И мне надо придумать сразу вот в эту секунду, как остановиться, что сделать, где лекарства, надо вызывать скорую помощь, не надо. Так там или еду на машине, ребенок сделает истерику и просто добирается до моей сумки, кидает всем на меня, что попало, или ковриком бьет по голову, и мне все в лицо, пока я еду на 100, на 90. И вы все равно любите же этих детей? Конечно. Эмоционально, что вы от них получаете? Эти все просто мои дети. Я всегда говорю, когда я говорю про них, я говорю мои дети. Потому что я росла так, что нет чужих детей, есть наши дети. Почему Гунта прервалась? Она заплакала. А вот сейчас в перерыве Гунта показала нам у нее в телефоне видео. Она как похвасталась, она говорит, посмотрите, там сидит мальчик и такими очень неуверенными движениями, она говорит, он научился кушать, он берет ложкой кашу и кладет себе в рот. Вот как вы его научили? Мы учили практически, получается, что интенсивно это год, но мы старались и перед, конечно, учиться. Но это каждый день, когда мы кушаем правильные движения, мои его, мои его, каждый день одинаково, чтобы он понял… Не меньше ста раз. Да, чтобы он понял, что если мозг не дает сигнал, как это делать, потому что мы-то все делаем уже автоматически. Если у него нет этого сигнала, его надо получить снаружи, и потому надо делать, чтобы мозги это восприняли, что это нормально, что это надо делать. Мы делаем снаружи это все. Гунта, давайте вот очень важную тему сейчас поднимем. Вот то, что вы придумали, ваш проект, как вот эту ситуацию, потому что мы можем, конечно, сидеть долго и рассказывать, как все плохо, но у вас есть какое-то свое решение. Да, пару лет у меня уже есть очень маленькая, но есть фирма, которая занимается обучением ассистентов, и это не 24 часа, но 2 месяца. И это не только теория, но и практика. Потому что очень важно, чтобы ассистент, который будет работать с такими детьми, увидел их перед работой, чтобы не было такого, что мы научили теорию, потом он приезжает на работу, и все, он понимает, что теория – это не то же самое, что живой ребенок. И чтобы не было этой паники, мы разговариваем, я разговариваю с своими клиентами, чтобы они разрешили смотреть ассистентов, как это делается, что делаю я. Мастер-класс показывает. Да, да, чтобы они поняли, чтобы они знали, где они, на какую работу они идут. И эта система работает, она работает. У нас нету ноль за год ассистентов, у нас уже, ну, много, не скажу число, но много. А еще вот Гунта нам, опять же, порадовалась, у нее есть мальчик, семья, с которой она много-много лет работает, что мальчик начал говорить в 8 лет, и это тоже огромная победа, в 8 лет ребенок заговорил. Да, врачи говорят, что надо разговаривать до 7 примерно лет, а если нет, тогда не будет этой нормальной речи. А я всегда говорю, что будет. Если я вижу, что ребенок понимает, если ребенок понимает, тогда можно договориться с ним год, два, четыре, десять, и он сделает то, что он может. И мальчик заговорил, и он может сказать, что ему нужно, и это просто фантастика. Ну вот наша семья, сегодняшняя история сегодняшней семьи, Инессы, мамы Инессы, и Кати, и Рагнера, да, как раз тоже вот показывает. То есть Рагнеру, у него тяжелое повреждение мозга. Мы вас очень просим, почитайте эту статью, пожалуйста, дорогие радиослушатели, потому что она опубликована на сайте mixnews.lv, в рубрике «Зеленая лампа», и на фейсбуке, в рубрике «Зеленая лампа», на страничке «Зеленая лампа». Там очень подробно эта история рассказана. Рагнер родился вообще в экстремальных условиях, то есть была маленькая Катя, все было хорошо, идеальный ребенок родился, потом она начала, у нее начались странности в поведении, отклонения, и поставили диагноз аутизм. Но к тому времени мама уже была беременна вторым ребенком, они хотели мальчика. И вот жили они в Балдырае, от этих стрессов с первым ребенком, у нее преждевременно начались роды, внезапно, просто резко. И скорая не успела доехать, и роды принимал папа, просто на кухне. И, в принципе, отвезли потом ее в больницу с мальчиком, оказалось, что у него повреждения, очень сильные повреждения, родовая травма, и вот так вот ребенок тоже, мы не знаем, из-за этого, или так получилось, еще до родов у него эти отклонения были. Но сказали, что он никогда не будет ходить. А вот он несколько месяцев назад встал на ножки и пошел. Это чудо. Можно сказать, что да, чудо. Но, в принципе, к этому чуду приложили руки. Мама, гунта, врачи, медики, специалисты детского садика специализированы. И, кстати, наши радиослушатели, которые полтора года назад, мы собрали сумму, открыли специальный счет и проект для Инессы, для вот этих детей. Открыл проект, открыл счет благотворительный фонд Be Open, с которым мы работаем, замечательный. Да, и дети получили занятия в Центре аутизма. А Катя начала говорить. Уже сказали в начале программы. Ну, это просто, да? Да, это просто космос, потому что казалось, что она как бы так в себе, что она не хочет разговаривать. Но Инесса так хотела, чтобы она разговаривала. И так хотела. Инессе даже говорили, не надо поднимать Рагнара на ножки, потому что вам будет трудно. Она сказала, мне будет трудно, а ему хорошо. Ничего себе. И так есть. Так и говорили. Пусть лежит. Да, да. Она и говорит сейчас. Сейчас он даже бегает. Он начал бегать. Мне тяжело будет за ним угнаться, но он же бегает. Он бегает, и он радостный, и он хочет это делать. Мы же понимаем, что каждый ребёнок хочет встать и… Познавать мир. Познавать мир, да, и достать что-то. Он показывает мне, достань, достань мне игрушку, и стоит, и сам на пальчиках стоит. Но это космос, так быстро это сделать. Это, конечно, очень помогли и слушатели, потому что эти все тапочки, которые надо надевать и… Ортозы ему заказали специальные, да? Ортозы сделали в русовых центрах, да. Но есть эти босоножки всякие, которые надо покупать. Они стоят по 100-130 евро. Купить такие три раза в год – это очень тяжело. Да, если двое детей, всё, у этой мамы, мама, она, ну как, она не может работать, потому что она, ну как, она живёт на пособие по инвалидности. Она не может работать, потому что она сама инвалид, и потому что всё время, практически каждый день получается, что надо везти в центр автизма, надо везти там на какую-то рехабилитацию, надо везти к врачу, надо самой к врачам. И просто времени, ну, даже для этого не получается. Ну, при этом вот эта мама, это Инна, вот посмотрите на фотографиях, она есть, она такая стройненькая, очень симпатичная, молодая, то есть вообще красивая женщина. И она так грустно говорит, говорю, ну какие у вас мечты на Новый год? Вот ёлка, она говорит, ёлка у нас уже стоит дома, а мечты какие у меня? Мне некогда про это даже думать, некогда. Вот детьми получше будет, я начну думать немножко, может быть, о себе, очень хочется ей помочь. Поэтому напоминаем, наш телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек, работает до следующего вторника для Иннеса и её двух деток. И если вы зайдёте на наш сайт, на зелёную лампу, на сайт mixnews.lv и увидите, почитаете эту статью, там есть счёт помощи, который открыт в фонде Be Open. И никакие проценты с этих денег не берутся, то есть полностью целевой счёт, полностью эти деньги пойдут на оплату. Занятий в центре аутизма, а там по специальной программе детки занимаются, сертифицированная программа, очень хорошая, новая. А также на оплату работы ассистента и что ещё? Да, и вот на оплату работы ассистента. Это очень-очень важные вещи для этой семьи. Гунта, вот о сложностях скажите. Вот вы говорили, что эти особенные дети сложные, это непредсказуемое поведение. То есть они могут кусаться, они могут драться, они могут убивать, убегать. Они могут бить посуду или телевизор ломать. Может, на руках у вас случится приступ, эпилепсия, да? Были моменты, когда было как-то очень трудно, обидно, да, слёз? И вы думали, что надо заниматься чем-то другим? Обидно? Нет, нет. Обидно, нет. Обидно, потому что нет вот этих всех гарантий. Оценки работы вашей нет, да? Оценки, ну, оценка самая лучшая, это, конечно, с родителем, из ребят, из маленьких, из больших уже, что я работаю для них. И, конечно, были моменты, что вот это выгорание, и что надо чуть-чуть остановиться, но это моё призвание. А вот то, что назвали ассистента малоквалифицированным работником, вот это обидно, да? Это обидно. Гунта, а вот вы говорите о стандартах профессии, да? Давайте сейчас, вот, может быть, чуть-чуть про эти стандарты расскажите нам. Кто может стать ассистентом? Вообще, такая огромная проблема, родители мечутся в поисках ассистентов, их не хватает. Понятно, почему, да? Но вот если есть люди, вот, и нас, может быть, даже кто-то слушает, которые хотели бы этим заняться, какие стандарты, кто может быть? Может быть, человек, который не судим, конечно, и нет в учёте на психиатра, но это только бумажки. Конечно, надо очень любить детей, это первое, потому что даже особенные дети, даже очень больные дети, они всё-таки дети. И надо быть очень устойчивым. И следующее мы всё покажем. У нас прекрасные ассистенты, которые помогают друг другу. Мне всегда кто-то звонит, спрашивает, как там делать лучше. Всё остальное, главное – желание и любовь на детей. А куда обращаться? А вот расскажите, куда? Если вдруг кто-то решил попробовать поучиться на ассистента, тогда можно писать на фейсбук-группу «Ипшобэр на ассистенты». Или просто найти меня в фейсбук. Или на зелёную лампу напишите, да, мы передадим сразу Гунтия. Вот знаете, вот есть особенные дети, с которыми вы работаете, а есть особенные люди. Такие люди, как вы, которые, в принципе, это очень, конечно, тяжёлая миссия заниматься. Вот как вы считаете, что для вас может общество ещё сделать? Общество? Да. Они уже мне работу чуть-чуть сделали. Да, у меня всё практически есть. У меня очень радостная работа. Кажется, конечно, что это трудно. И да, это трудно, но если ты в своём месте, тогда ты с радостью ребёнок заходил. Это уже, это так прекрасно. Ты уже радостно идёшь домой и, ой, мне там вот Яна, и, например, уже идёт. И вот один с ложкой научился. И это такая энергия. Да, так что всё у нас есть. Вы начали учиться на психолога, который сможет работать с мамочками. То есть, чтобы помочь этим мамам поддержать их и как-то правильно реагировать на все эти беды и сложности. Да, потому что ассистент работает не только с детьми, а ассистент работает много и с родителями. То, что всегда есть, приходит мама дома и говорит, у нас, наконец-то, диагноз очень-очень плохой. Стоит и плачет, и ты просто, просто мозг к тебе срывается, что, как, что сказать, ну, к тому же, ну, что ты скажешь, да. И я хочу чуть-чуть побольше понять, как правильнее сказать, как правильно сделать, потому что это тоже работа с родителем, которым очень-очень трудно. Мы, вы знаете, должны были в начале второй части сказать про итоги прошлой программы. Да, давайте просто цифры назовём и скажем всем огромное спасибо. Мы неделю назад помогали художнице Еве из Лилварде, помогали собрать ей денежку на приобретение специального прибора, очень новейшей разработки, который контролирует сахар в крови. У неё тяжёлый диабет. И вот собрано за неделю 3372 евро, было сделано 755 звонков. Немножко-немножко ещё не хватает денег, чтобы оплатить этот аппарат на три года, а на два мы уже собрали. Да, ещё вот нам звонили очень многие люди, которые предлагали свою помощь и хотели посмотреть картины его, у неё очень красивые работы. У неё текстиль она расписывает, сувениры различные делают, ручную работу. Спасибо всем, кто откликнулся, потому что эти денежки тоже ей идут на лекарства и на тестеры. Это важно. Благодарим вас всех. Сбор денег для Евы продолжается. И картины её можно увидеть также на нашем сайте. Написать ей, мы дадим телефон, если вы захотите. Вот. А напоминаем, что наш телефон с этого вторника до следующего работает в помощь Рагнеру маленькому и маленькой Катерине, и их маме Инессе. И в гостях у нас сегодня была Гунта Килкуте, ассистент по работе с особенными детьми. Скажите, что-то, вот программа заканчивается, что-то очень важное. Самое важное, наверное, всегда сказать спасибо. Спасибо, это земсвят кулайкс, и спасибо слушателями, и всем, которые позвонят и поможут маленькими детьми Инессе. Просто в Латвии люди, мне кажется, чудо. Чудо. Спасибо большое. Это правда. И вам, Гунта, огромное спасибо, во-первых, за ваш этот невероятный труд, за то, что вы делаете, за то, что вы пытаетесь объединить всех вот таких же людей, да, и за эту помощь. И поддержать, поддержать маму. Всё, что вы делаете, это не только для отдельной семьи, а это вообще для всего общества очень важно, потому что мы в этом живём. Это вот та атмосфера, которую вы создаёте. И мы желаем вам больше сил и больше любви. Счастливых глаз. Да, большое спасибо. Потому что только силы и любовь, они будут просто творить чудеса. Программа наша подошла к концу. Всем всего хорошего. 930-6384. Наш телефончик работает. Вам счастья, здоровья и радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова